Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я замужем, у меня двое маленьких деток, дочке 4 года и сыном 1 годик. Мы живем в городе Пермь. Марафон я проходила впервые, узнала о нем от своих подруг. И почему я пошла в марафон? Потому что в моей жизни накопилось очень много неопределенностей, очень много незавершенных дел и вообще незавершенностей. От этого я чувствовала себя разорванной, разбросанной на всё. За всё хваталось, не понимала, как всё успеть. И периодически у меня случались эмоциональные выплески на моих родных, любимых людей. В эти моменты муж не знал, что делать, терялся, не понимала, откуда это берётся и как это предотвратить. Я уже стала считать себя какой-то ненормальной, что меня нужно уже лечить. И тут я увидела призыв к марафону «Займитесь, наконец, собой». Я поняла, что это именно то, что мне сейчас нужно заняться собой. И я решилась. Но в марафоне была дана первая неделя на то, чтобы окончательно утвердиться в своём решении участвовать. И тут у меня одаревались сомнения. Я думала даже о цене марафона, что может быть дороговато. А может быть я не справлюсь, делая задание, потому что у меня маленькие детки. И в садик они не ходят, они со мной дома. Но, тем не менее, я решилась и начала участвовать в марафоне. Начались задания. Очень интересные. Они построены таким образом, что как-то постепенно раскрывают личность, что ли, со всех сторон. И много, конечно, событий у меня происходило житейских в ходе марафона. Иногда было трудно заполнять вот эти ежедневные отчёты. Но в этом что-то есть. Потому что проживая каждый день, и когда нужно писать в конце отчёт, ты как-то более осознанно проживаешь день, и уже замечаешь в течение дня многие моменты. Иногда было трудно ещё потому, что вот болели детки, и была температура 39, несколько дней. Но благодаря поддержке других девушек, участниц, что у них тоже разные ситуации случались, я понимала, что всё нормально. Продолжала писать отчёты и проходила дальше марафон, выполняла задания. Задания были разные. И вот уже под конец марафона было задание по работе с родом, со своим. И именно тогда я успела поблагодарить свою бабушку, которая прожила 90 лет. Поблагодарить её за всё прекрасное, что она мне подарила в жизни. За те ресурсы, которые передала мне. И вот в конце марафона, 31 марта, её не стало. Я очень рада, что я успела с ней попрощаться. И благодарю за это. Так вот, какие же итоги, итоги моего марафона? Итоги прекрасные. Потому что самое главное, от чего мне стало хорошо, это я поняла, что я нормальная, живая женщина. Земная. Что эмоции, это естественно. Просто нужно научиться их проживать экологическому способу. Нужно уметь с ними договариваться, так скажем. Я этому дальше продолжаю учиться. Я открыла для себя то, что я стала рано вставать. Утром в 6-7 утра и ложиться в 10-11 вечера. Для меня это тоже открытие, потому что с первым ребёнком я очень поздно ложилась, очень поздно вставала, спала днём. Накапливалась всё равно усталость. Всё равно было чувство невыспанности. Сейчас уже со вторым ребёнком я это очень сильно ощутила, когда вот этот ритм дня более-менее выстроен. И именно раннее вставание и ложиться до 12 вечера мне очень много подарило сил в течение дня. И сейчас я даже днём не сплю. У меня хватает сил на весь день. Энергии хватает. Появилось очень много интересов, увлечений. У меня действительно есть чем заняться и над чем поразмыслить. Это меня очень радует. У меня появились друзья-единомышленницы. С некоторыми мы до сих пор поддерживаем общение. Я стала лучше слушать себя, слышать себя, слушать себя и стала лучше понимать свои потребности. Я ещё осознала, что забота о себе — это не роскошь, не проявление эгоизма, а необходимость. И самое главное — обязанность женщины. Чем я сейчас и стараюсь заниматься, уделять себе время. Также в начале марафона мы писали список желаний, список ста желаний. Я написала, по-моему, около где-то ста пяти. Из них каким-то интересным образом около 30 уже сбылось. И они даже сбывались как-то сами собой. Ну не самые глобальные желания сбылись, но и те тоже начали потихоньку как-то там сбываться. Но самые какие-то, видимо, на тот момент, когда я их записывала, нужные, они уже сбылись. И вот сегодня, воспользовавшись записью видеоотзыва, я бы хотела исполнить ещё одно своё маленькое желание. Желание спеть песню и записать себя. Я несколько лет пела в поле, и сейчас нахожусь уже пять лет в декрете. Веду музыкальные занятия с детками, со взрослыми. Но вот такая мысль, что записать песню, спетую, мной не пришла в ходе марафона. Дело в том, что в каждом отчёте марафона нужно было писать десять благодарностей себе, миру, кому угодно. И вот эту песню, которую я сейчас хочу спеть, она как раз о том, что я хочу сказать спасибо. Спасибо своей жизни за всё, что в ней было, есть и будет. Хочу сказать спасибо своему роду за ресурсы, Своему мужу, своим детям, родным, близким, Богу, родителям за жизнь, Своим кровью, своим друзьям и знакомым. Может быть, эта песня поможет кому-то тоже сказать спасибо своей жизни. Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, Что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век Звучал во мне то радостью, то болью, Заширь твоих дорог, в которых человек Всё испытал, становится собою. За то, что ты река без берегов, За каждую весну твою и зиму, За всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за всё тебе спасибо. Спасибо за слёзы и за счастье наяву, За то, что ты жалеть меня не стала, За каждый миг, в котором я живу, И даже тот, в котором перестану. Спасибо, жизнь, за то, что я перед тобой долгу, За прошлую и завтрашнюю силу, За всё, что я ещё успею и смогу. Спасибо, жизнь, воистину спасибо. Спасибо за то, что ты река без берегов, За каждую весну твою и зиму, За всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за всё тебе спасибо. Спасибо за слёзы и за счастье наяву, За то, что ты жалеть меня не стала, За каждый миг, в котором я живу, И даже тот, в котором перестану. Отдельное спасибо Ольге Алексею Валяевне За марафон, всем помощникам, Всем участницам за поддержку. Желаю всем женщинам вернуться к себе, Найти себя, полюбить себя, раскрыть себя. Спасибо всем.